Привет, с вами Sawyer. Сегодня видео про то, как делать автоверсионирование проекта. То есть сделать так, чтобы в проекте была непротиворечивая и корректная система версий. Будем использовать, соответственно, семантические версионирования, будем использовать семантические коммиты, использовать GitFlow как поток разработки и ведения репозитория, соответственно, Git. И возьмем за основу NPM и, соответственно, ноду, потому что это наиболее популярная сегодня платформа и разработчиков, веб-разработчиков сегодня очень много, поэтому видео ориентировано на них. Ну, давайте приступим к практике и посмотрим, что я предлагаю использовать. Для начала создадим проект и делать мы его будем сегодня не в терминале, а в VS Code. Хотя в VS Code мы будем использовать все тот же терминал, но вот мне часто просят делать это как-то вот так, не в консоли. Окей, ну вот давайте мы создали проект. Первым делом делаем не так, делаем git init. Теперь делаем git flow init. В git flow используются две основные ветки. Мастер для ведения релизов, development для разработки и, соответственно, есть подход для разработки через ветки, поэтому у нас используются префиксы для ведения разных веток. Подробнее о git flow, возможно, поговорим в отдельном видео. Все, мы создали наш репозиторий. Мы можем посмотреть, что у нас уже есть ветка develop и master и в ней, соответственно, есть первый начальный commit. Окей. Следующим шагом давайте зададим сам проект с помощью npm init. Нам не принципиально, как мы его сейчас здесь заполним. И, соответственно, сразу давайте сделаем игнорирование ненужного. У нас будут сейчас устанавливаться модули ноды, поэтому сразу в git ignore внесем их. Нам понадобится два пакета, которые помогут нам автоматизировать работу над версионированием и ведением коммитов. Давайте их установим. Значит, первый это commit.esn, который позволяет делать семантическое комментирование версий и коммитов. Второй это стандарт version, который позволяет делать автоматическое присвоение номеров версий и, соответственно, позволяет автоматически вести change log. Change log автоматически ведется, потому что мы используем семантическое комментирование. Давайте теперь добавим все наши файлы в репозиторий и, собственно, с помощью commit.esn попробуем сделать первый commit. Первым шагом сделаем инициализацию той схемы, да, conventional, которую будем использовать для ведения репозитория. Эта схема будет использоваться для того, чтобы делать подсказки при комментировании наших коммитов. Мы ее установили. И вот теперь, когда мы сделаем первый наш коммит, для этого мы запустим такую команду git-cz, которая, собственно, и будет нам подсказывать, как сделать структуру нашего коммита правильно. Первым делом мы выбираем, соответственно, что у нас будет фиксироваться, да. В данном случае это короткое слово, которое определяет назначение коммита. И в нашем случае мы будем считать, что это build, да, то есть наш commit связан с сборкой проекта. Дальше мы можем указать scope, это уточнение, к чему конкретно относится наш commit, но мы оставим его пустое, да, не будем заполнять. А дальше просто укажем описание, короткое описание коммита, которое в соответствии с conventional commits должно быть не более, там, по-моему, 80 символов, но здесь указано 93. Так, так, стоп, еще раз. Отлично. Просто напишем create project. Окей, написали. Длинного описания не будет, да, вспоминайте недавнее видео про Angular, там вы видели, для чего используется длинное описание. Никаких горячих изменений и открытых проблем у нас нет, поэтому мы это все пропускаем. Все, мы создали первый commit. Вот у нас, соответственно, указано назначение этого commit, а дальше расшифровка. Окей, сделали. И давайте, наверное, теперь мы готовы к тому, чтобы выпустить нашу первую версию, наш первый релиз. Для этого мы, соответственно, запускаем GitFlow и говорим, что у нас есть релиз, только не финиш, как он нам подсказывает, а старт. И версия первая нам известна. Это та версия, которую мы указали при инициализации npm. Переключились, соответственно. Ага, у нас есть не зафиксированные изменения. И вот так, как мы сейчас... Давайте посмотрим, что у нас тут в истории. Мы хотим вот эти не зафиксированные изменения, которые у нас есть, добавить вот в этот commit, перезаписать его. Для этого мы сделаем просто. Мы сделаем ключевое слово amend. И для этого у нас есть вот такая командочка commit, но уедет, amend. Да? Окей, все. Теперь у нас должны записаться. Записаться все сюда. Окей, все записалось. И вот теперь мы готовы к тому, чтобы запустить наш релиз. Отлично. Вот мы видим, что переключились на релизную ветку. Версия 1.0. Теперь давайте запустим стандарт version. Укажем ему first release, потому что нам в данном случае не нужно будет инкрементировать версию, так как это первый самый релиз, у нас еще ничего там нет. И укажем флаг skip tag для того, чтобы сам стандарт version не создал тега с номером версии. Это нам сделает GitFlow. Делаем, соответственно, запуск этой программы. Он автоматически создал changelog. И, соответственно, у нас теперь появляется еще один commit с changelogом и с релизной веткой 1.0. Давайте еще глянем на changelog. Отлично. Ну, в общем-то, никаких фич у нас нет, поэтому здесь все пусто. Окей, теперь мы готовы к тому, чтобы завершить работу с релизом и выпустить его, соответственно, в мир. Да, здесь мы сделаем комментарий first release. Так. Так. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас, соответственно, произошел мерч релизной версии в develop. У нас появился соответствующий тег, да, first release. Если мы теперь переключимся на мастер, то в мастере у нас есть commit с тегом релизной версии. Вот она, наша релизная версия. Вот сюда она указана, потому что у нас была отдельная ветка release 1.0.0. Теперь он смерчился с мастером. И вот тег на первый релиз, он указывает именно на ветку мастер, на commit ветки мастер. Вот именно этот commit, если мы сделаем restore, и будет соответствовать нашей первой версии. Окей, переключимся назад на develop. Посмотрим наш статус. Ну, здесь он нормально. Сделали мы первый релиз, но, как вы видите, это было бы супер неудобно постоянно запоминать номера версии, поэтому нам хочется немножко это все автоматизировать. Для того, чтобы автоматизировать, я сделал два скрипта. Первый скрипт показывает текущую версию проекта, а второй скрипт показывает следующую версию проекта, предполагаемую версию проекта, с помощью стандарт-вершин полученную. Сами эти скрипты очень-очень простые. Они запускают, в данном случае NextVer запускает стандарт-вершин в dry run, то есть показывается набор того, что будет сделано, без фактического выполнения. Потом оттуда выкусывается релиз, выкусывается версия, ну и, соответственно, уничтожается все лишнее. Ничего сложного. Но теперь мы можем сделать вот что. Мы можем взять package.json и сделать несколько полезных скриптов. Первый скрипт будет bump. Этот скрипт предназначен для увеличения версии. Вот так как нам принципиально, чтобы скипался тег, то мы его делаем, соответственно, командой для того, чтобы не забыть вот эту часть. Дальше у нас есть команда release, которая запускает у нас, соответственно, git flow, start, release. И здесь мы указываем наш скрипт NextVersege для того, чтобы он нам выдал следующую версию при создании релиза. Дальше мы делаем publish. Это уже, соответственно, git flow. Git flow. Только здесь я неправильно указал. Finish. SSH. И уже это будет версия, потому что эта команда запускается после того, как мы назначили новую версию. То есть, на самом деле, в NextVer и вверх будет одна и та же версия, просто она будет в правильные моменты выдана, поэтому нужно использовать разные скрипты. И вот так это должно быть. Так. Надеюсь, я все указал правильно. Теперь смотрим. Ну, давайте добавим все. Снова сделаем наш commit. Да? С помощью семантического комментирования. Снова сделаем build. Ну, и давайте version scripts назовем его. А, так. Это scope. Scope давайте пропустим. А тут добавим скрипты для версионирования. Так. Все остальное мы пропускаем. Смотрим, что у нас получилось. Да, вот они сюда добавились. Смотрим статус. Все нормально. И вот теперь нам уже не нужно запоминать все команды. Мы теперь делаем стандартно. стандартно. npm run release. Для того, чтобы подготовить релиз. Вот у нас, соответственно, ему будет назначена версия 1.0.1. Потому что у нас ни одной фичи пока в проекте нет. Окей. Теперь мы делаем npm run. Бам. Тем самым мы увеличиваем номер версии. Можем глянуть changelog. Вот он увеличился. npm run. Отлично. Все. И опять указываем для мерджа. Да, commit для мерджа. Давайте к самому заклеиваю. Дальше указываем подсказку. Second. Релиз для нашего тега. Ну и напоследок мы указываем для девелопа. Как смержить в девелоп. Какой commit должен быть в девелопе. Смотрим. Мы опять находимся в девелопе. Все. Вот у нас, собственно говоря, здесь появилось. Ну а теперь давайте для полноты картины сделаем какую-то фичу. Ну я долго не буду думать. Я сделаю индекс.js. И в индекс.js просто укажу консоль log. Hello world. Вот наша первая фича, которая в проекте появилась. Делаем, соответственно, ее добавление в репозиторий. Делаем теперь семантический комисс. Для этого мы уже указываем фичу. Давайте укажем scope.index. Только здесь скобки не нужны, извиняюсь. Дальше мы указываем просто hello world. Commit. Никаких горячих изменений. Никаких длинных описаний. Проводим. Смотрим статус. Ну и здесь повторяем, соответственно, релиз. Дальше мы делаем увеличение версии. Смотрим, на всякий случай, changelog. Ну и последнее, что нам нужно сделать, это publish. Для того, чтобы все ветки слить. Все сделать. Здесь мы давайте для описания тега просто продублируем версию. Теперь сливаем все вместе. Вот, собственно говоря, у нас получилась вот такая схема. Да, вот такой набор коммитов. Теперь мы можем посмотреть наши ветки. Да, то есть, точнее, теги, извиняюсь. Ветки это у нас мастер и девелоп. И, по идее, дальше мы могли бы разрабатывать фичи уже с помощью gitflow. Фича start, фича stop и также релизить. Но на этом нам, в принципе, пока хватит. Если интересно, давайте еще про gitflow поговорим отдельно. На этом все. Надеюсь, вы сможете использовать подобную или эту же схему для работы над релизами в ваших проектах. Ну а в комментариях напишите, что вы думаете по поводу этой схемы. И, возможно, вы знаете какие-то улучшения, которые могут сделать действительно ее лучше и удобнее. На этом все. Спасибо, что слушали. До свидания. Продолжение следует...